Москва ведь показала себя как контрреволюционный город. Бои были серьезные, в том числе разрушения. В Кремле и не только. Собор пытался выступить миротворцем, это естественно не получилось. Дискуссия о патриаршестве была прервана, потому что начинались бои. И голосование о патриаршестве шло уже под канонаду. Эта формула, которую я процитировал фрагментами о восстановлении патриаршества, она была принята именно в эти дни. В дни боев, собственно, московских. Приходской вопрос в советский период, он был одним из существенных моментов не только для церкви, но и для советской власти. В январе 1918 года принимается декрет, который сначала назывался «О свободе совести в религиозных обществах», но буквально уже при второй публикации, которая была через несколько дней, он стал именоваться по-другому. Об отделении церкви от государства и школы от церкви. Как известно, он был лично отредактирован Лениным. Ленин вписал первый пункт. Я несколько раз буду к декрету возвращаться, потому что декрет, конечно, задал определенную... Скажем так, декрет проявил намерение власти в отношении религиозных организаций, которые раньше были не проявлены. Потому что, в общем, не очень было понятно. Большевики, они вообще что с точки зрения религиозных? На соборе некоторые соборяне всерьез высказывали такой тезис, что у нас настолько обострены отношения у церкви с временным правительством, что хуже быть не может. Даже при большевиках будет лучше. Очень простая была политическая логика. Они говорили, что большевики – это крошечная группа, она политически слаба. Для того, чтобы удержаться у власти, они должны будут со всеми договариваться. И значит, они будут договариваться с церковью. Летом... Никто не понимал. Я думаю, что большевики этого не понимали. Большевики всерьез праздновали годовщину своей захвата власти. Они не верили, что ему держится год. Владыка Андроник Никольский абсолютно пророческие слова говорит на эпохиальном съезде Пермской епархии летом 1917 года. 1917 года. За год, почти ровно за годы своей гибели. Мученической гибели. Он говорит, вообще-то, с духовной точки зрения, лучшее для церкви отношение с государством – это отношение гонений. Гонений. Но, дальше я цитирую близко к тексту, поскольку в России такое означало бы приход к власти узкой группы политических доктринеров, которые должны были бы подвергнуть политическому насилию 100-миллионное православное население, только в таком случае возможно погонение, и поскольку это в России невозможно, мы с вами будем обсуждать вопросы, как их выставить по-другому. Это пророческие слова, потому что именно это произошло, узкая группа политических доктринеров, физическое насилие над 100-миллионным населением, все это он предрекает, но он сам говорит, что это невозможно в России. В России это невозможно. В июне 1917 года еще он говорит, что это невозможно. И это окажется уже возможно летом 1918. Они происходили из восприятия российского народа, что это невозможно, если бы это произошло и решать самому народу. Они как-то не знали, кто за ними стоит, за теми доктринерами. Ну это уже вопрос, да, такой дискуссионный. Нет, безусловно, то есть понятно, что... Нет, ну здесь очень точно, на самом деле, мы сегодня тоже так видим, что действительно советская власть на большую часть довоенного периода, она, конечно, держится на физическом насилии и искуснейшей социальной манипуляции. Одних групп против других и так далее. Но это уже другой вопрос. Почему для... Да, вот декрет 1918 года, он проявляет намерение власти в отношении религиозных объединений. Здесь очень важно посмотреть на его главное содержание, на его тезисы. Первое. Религия — это частное дело граждан, и декрет начинает вытеснять религиозное объединение из общественной сферы. Он начинает запрещать общественное проявление религии. И одним из самых существенных общественных проявлений религии — это ее возможность действия в юридической сфере. Поэтому декрет как бы отнимает у всех религиозных объединений права юридического лица. Права юридического лица. То есть ни епархия, ни высшее церковное управление, ни сенот, ни приход правами юридического лица не обладают. Никакими. Они не самостоятельные институты. Но если епархиальный и центральный уровень власти не собирается даже признавать юридически, то общины, низовые религиозные объединения, они временно признают. Они говорят, что зарегистрирована может быть только местная община. Любая. Православная, сектанская, католическая, мусульманская. Любая. Вот это местное может быть зарегистрировано. И в августе 18-го они сдают инструкцию, как это регистрировать. Ну, то есть там уже начинает вырабатываться советское законодательство по этому поводу. Я частично о нем буду говорить. Но вот этот вот момент для последующей истории прихода очень важный. Что мы все не признаем, а приходы мы еще признаем. Я сразу просто об этом говорю, потом я буду к этому возвращаться несколько раз. Но... А, еще очень важный момент. Национализация имущества объявляется декретом. Всего. Храмового имущества. Любого культового имущества в том числе. В том числе святынь. И это воспринимается православными. И не только православными. Например, католиками. Ну, конечно, меньшинство в Российской империи, но все-таки там анклавы есть, немецкие, польские. Это воспринимается как кощунство. Как кощунство. И это уже формирует базу для гражданского неповиновения. Со стороны церкви в отношении декрета. Собор напрямую призывает к гражданскому неповиновению, потому что как-то противопоставить как-то вооруженной силе силу святого воудушевления. Как-то такая цитата. Ненасильственное сопротивление с целью принудить, показать, что народ против, и принудить власть к изменению декрета. Потому что первоначально это вообще-то представлялось очень реальным, что власть от декрета отойдет, будет пересмотрена. Более того... Почему имущество в целом, это понятно. А зачем культово? Зачем он провоцировал 100 миллионов и сли? Ну, мы об этом... Ну, как сказать... Понимаете, ведь даже масштабная... Я не буду, не собирался об этом говорить, но я просто сейчас коротко скажу. Компания по изъятию церковных ценностей 22-го года, 22-23-го годов, она ведь тоже властью планировалась, ну, как своего рода масштабная провокация. Но тогда было понятно. Для чего? Чтобы выявить сопротивляемых и их расстрелять. Тогда это изначально была задача. Да, она была заявлена прямо. А здесь... А здесь... Ну, давайте в скобках ставим этот вопрос, а потом, может быть, мы вернемся во время вопросов-ответов. Итак, вот основные положения декрета. Но в контексте вот этого импульса декрета начинается, собственно, реакция собора и священноначалия. Реакция собора следует уже 27-го января, то есть 9-го февраля. А упубликован первый раз декрет был 5-го февраля по новому стилю. То есть уже через 4 дня собор принимает призыв, фактически, воззвание. Собор вообще принимает несколько документов по поводу декрета, но там, например, юридически был документ, который давал ему правовую оценку как абсолютно неправосудного акта. Неправомочного, неправильно сказал, неправомерного акта. А второй документ, это именно воззвание, главная мысль которого, что прихожане должны фактически саботировать исполнение декрета и показать власти, что он их не устраивает. Призыв к гражданскому неповиновению. И через меньше чем 20 дней, 28 февраля 1918 года, выходит очень важный, фундаментально важный документ патриарха и синода, который называется достаточно длинно о мероприятиях церковной власти в условиях гонения. Он состоял из нескольких пунктов, в том числе, например, рассматривались вопросы венчания браков, насилия над духовенством, отобрания метрических книг и так далее. Но центральным моментом этого воззвания это был призыв к организации мерянских обществ, которые могут взять на себя ответственность за церковное достояние, за святыни, храмы, имущество и так далее. То есть именно по поводу этого, собственно, постановления патриарха и синода спрашивают соборяне в апреле, когда говорят, ну вот вы сейчас, то, что мы только что обсуждали, заявление 34-х, Масальского, оно говорило именно об этом, что нам делать с этим воззванием, когда вы другую конструкцию, конфигурацию придумываете в уставе. И еще раз вернемся к декрету. Гонения запускают процесс консолидации верных. Кому было неинтересно, кто был теплохладен, те уже ушли. Они ушли еще в 1917 году. И здесь очень интересно, один из исследователей обратил внимание. У нас весна 1917 года наполнена стихийными акциями кощунства, как на фронте, так и в тылу. По крестам стреляют во время столкновений революционных, в феврале и в марте. Понятно, там на фронте тоже начинаются разные такого рода акции. А через год, январь, февраль 1918, наполнен статысячными крестными ходами в защиту церкви. Тем, кому было интересно, они ушли уже в 1917. Те, кто остались, были мобилизованы. Они сами поняли, что, собственно, от них зависит сейчас. Быть церкви или не быть? Они с ней или не они с ней? Время потребовало определиться. И народ определился очень быстро. Буквально за какой-то год. Потому что в январе-феврале 1917 мы видим 1918 мы видим уже полностью некую совершенно другую сформировавшуюся среду вокруг монастырей, церквей, соборов и так далее. И к ней апеллирует патриарх и синод. И собор. И вот очень важный момент еще раз. Вернемся к декрету. Гонители невольно дают возможность ей этой среде легально оформиться, легально существовать внутри советской системы. Потому что они говорят, что низовые структуры могут быть зарегистрированы. И поэтому действительно весь этот период до того, как они будут разгромлены в начале 30-х, с 1929 года начиная, это будет просто колоссальное, на самом деле, приходское возрождение. которое будет строиться во многом не на принципах устава собора, а на его воззвании с призывом к защиту церкви. То есть гонение, которое создает условия для этого, воззвание патриарха и синода, воззвание собора, такая половинчатая позиция большевиков, которые не поняли сначала, что это дает верующим возможность саморганизоваться. Вот все это создает условия для этого приходского возрождения. Причем очень важно, приходское возрождение, оно как бы строится, вот это очень интересный момент, оно вбирает в себя достижение, если так можно, как сказали бы большевики, завоевание, приходской революции. Потому что действительно, они продолжают управлять имуществом на местах, а больше некому управлять. А нет, они же как? Оно национализировано юридически, но никто его еще не отобрал физически. Это когда было? Это было уже начиная с 22-го года только. Четыре года еще прошло до этого момента. Но даже все равно оставалось что-то, что там же не вся утра возымалась, литургический минимум оставался. Или, например, даже когда он взымался, прикажание его делали заново, выкупали и так далее. То есть они управляют имуществом, собственно, они ответственны за него, они продолжают выбирать священников, если, соответственно, священники выбывают. То есть те принципы приходской революции, которые были в 17-м, они остаются. И более того, епископы апеллируют к пастве. Епископы апеллируют напрямую к пастве во время обновленческого раскола. Социально обновленчество было побеждено союзом тихоновского, так сказать, епископата и прихожан. Через голову духовенства, потому что духовенство, сословное особенное духовенство, вообще-то, конечно, сочувствовало расколу. Потому что обновленческий раскол в социальном плане был выразителем как бы чаяний сословного духовенства. То есть допустить белого священника до, соответственно, правления. Это главная его мечта, которая сформулирована была еще в дореволюционный период. Все остальное, или политическая фраза, мы поддерживаем советскую власть, они кого угодно могли поддержать, только дайте именно вот это. Или какая-то там реформистская струя, она на самом деле в обновленчестве очень такая, она маргинальна в обновленчестве. Там литургические реформы, языковые реформы, это единицы за это держатся, и то они на них смотрят так, не особо это поддерживая. Вот. А, собственно, главное достижение это женатый епископат и второбрачие. Вот это два главные требования, как бы сословной реформы, которая осуществляется в обновленческом движении. И как бы противостоять этому могут кто? Прихожане и епископы в союзе. Что-то... Второбрачие духовенства. Второбрачие. Второбрачие. Второй раз жениться. Разводиться, жениться. Собственно, развод разрешить. Ну, тут в скобках замечу, что вообще-то это большая проблема, потому что умирали очень рано, матушки. Проблема вдового духовенства, она была очень существенной. Собор ее обсуждал и принял определенное решение по этому поводу. Оставшись на прежних позициях, но, по крайней мере, дав определенные... как бы пытавшись выработать программу поддержки вдового духовенства. Но это отдельная история совсем. В принципе, она социально очень насущная, гораздо более насущная, чем в наше время, потому что уровень смертности совершенно другой. В родах умирали очень часто. Поэтому это действительно было просто... Письма от духовенства вдового, которые шли в адрес собора, они подобраны, они будут обликованы в рамках тома о церковной дисциплине, потому что именно отдела церковной дисциплины занимался этим вопросом. Там просто вопль души, там совершенно кровавыми слезами многие пишут, когда в 30 с небольшим лет он остается, или вообще в 29 лет он остается вдовом-священником с тремя детьми. Понятно? Вдовом вас не забыл жениться? Нет. Ну нет, только снимать сан. И сейчас нельзя. И сейчас нельзя. Никогда нельзя. И соборы подтверждают эту норму. Нельзя жениться. Или снимать сан. Ну, это, собственно, некое отступление. Итак, а сейчас, собственно, попробуем посмотреть подробнее чуть-чуть, что же, собственно, говорит постановление Патриарха и Синода от 28 февраля 2018 года. Я несколько слайдов будет с несколькими цитатами центральными. Первая часть была посвящена полностью этим вот организациям, это часть так называлась, организацией мирян. Пастыри должны идти навстречу добрым начинаниям верующих, направленным к защите церкви. Вот это вот импульс, как бы, и воззывание собора, и постановление Патриарха и Синода, они формируют отношение духовенства к мирянской активности. Вот оно, но положительное, более чем положительное. И это именно мнение епископата, то есть, как бы, главное, что было изменено отношение у епископата. Вот. Третье. При всех приходских и бесприходских церквах надлежит организовать из прихожан союзы, в скобках, коллективы, то есть, советское уже, так сказать, они, как бы, ссылку делают в советское законодательство, которые и должны защищать святыни и церковное достояние от посягательства. Союзы эти должны иметь просветительские и благотворительные задачи и именования. Они могут быть под председательством мирянина или священника, но не должны называться церковными или религиозными, так как всякие церковные и религиозные общества лишены новым декретом прав юридического лица. Регистрируйте благотворительные организации и существуйте де-факто в таком роде. В крайних случаях союзы эти могут заявлять себя собственниками церковного имущества, чтобы спасти его от отобрания в руки неправославных или даже иноверцев. Пусть храм и церковное достояние останутся в руках людей православных, верующих в Бога и преданных церкви. Вот, собственно, по поводу этого пятого пункта и задают вопрос 34 члена собора, когда говорят, нам это сказано, а мы, архиепископ Серафим Чищегов, предлагают, чтобы храм был единственным юридическим лицом. Вот, понятно, чем это еще. Настоятели, настоятельницы и братья монастырей, монастырских скитов и подворий организуют подобные союзы, коллективы из окрестных жителей и постоянных богомольцев обители и всех преданных обители лиц. То есть, не только при приходах, но и при монастырях. И они возникают. Начальствующие и учащие в духовных учебных заведениях должны тесно сплотиться с родителями учащихся и служащими в союзы, коллективы для защиты учебных заведений от захвата и для обеспечения дальнейших деятельностей на пользу церкви православного народа. То есть, приходы, монастыри, учебные заведения везде союзы мирян. В случае нападения грабителей и захватчиков на церковное достояние следует призывать православный народ на защиту церкви, ударяя в напад, рассылая гонцов и тому подобное. Ненасильственное сопротивление. И очень важна позиция самого патриарха. Летом 18-го года он, посещая Петроград, обращается к членам уже организованного тогда Александра Непского братства, о котором я еще буду говорить, с речью, вручая ему благословенную патриаршу грамоту, в которой есть такие слова. Я очень сочувствую участию мирян в церковной жизни и делу объединения приказских советов. Ибо по опыту своему знаю, какую силу и мощь в церковном делании представляет собой мирской элемент, правильно направляемый. Миряне живая сила. Задача братства не в том только, чтобы воодушевить на мучение и смерть, потому что первые члены Александра Непского братства приносили присягу у мощей Александра Непского в соборе Лавры, в котором были слова о том, что они готовы и умереть, защищая церковную святыню. Но, да, не только воодушевлять на мучение и смерть, но и наставлять, как надо жить, указывать, чем должны руководствоваться миряне, чтобы церковь Божия возрастала и крепла. Наше упование это жизнь, а не смерть и могила. Меня утешает, что приходские советы и объединяются, что все вы живете общим соборным разумом, и я уверен, что рано или поздно это будет везде, что в конце концов в каждой епархии будут такие братства, объединяющие приходские общины. Патриарх Тихон, июль 18-го года. Краткие вехи приходского возрождения. Приходское возрождение вообще, надо сказать, не очень хорошо изучено еще. Я отчасти этим занимался на примере братств Петрограда и Москвы. Наш коллега и учитель Грегорий Фрис занимался на примере приходов восточных областей Украины, показывая абсолютно те же самые процессы. Но в остальных вещах мы знаем это только в общем, не во всех деталях. но в целом мы можем уже понять, что действительно приходы в селах становятся это очень четкие мобилизованные спаянные группы, которые действительно готовы к бескровной самообороне. Пусть они не очень большие, пусть вокруг есть индиферентные массы или даже враждебные, но они действуют и несут на себе все бремя собственно приходской церковной жизни все 20-е годы до коллективизации. В крупных городах других Казани и в уездных городах наблюдается колоссальный рост другого нового как бы мирянского движения на основе братств. Причем большая часть братств это приходские братства, но как бы сформированные по добровольному принципу, которые берут на себя разные функции. Прежде всего это функция защиты святыни, у всех это буквально происходит, а потом на эти функции нарастают другие задачи, о чем говорит патриарх в своем обращении к деятелям Александра Невского братства, потому что Александра Невского братства это самоизученное и одно из самых крупных российских братств этого периода. Я долго действовала, посмотрите, последний раз, там было несколько дел против него, но оно окончательно было разгромлено только в 1932 году, с января 1918 года оно действовало. И там, скажем так, сочувствующих несколько тысяч человек, а костяк, по всей видимости, действительных членов составлял около 200 человек, что было очень много по тем временам. И руководили им несколько молодых, им всем по-моему 30 лет это не было, может быть, чуть больше 30, романахов, в том числе, например, священномучеников Лев Егоров, которые, они все такими учениками, вот такими Вениамина Петроградского. Александр Невское братство разворачивает колоссальную деятельность, у них есть группы по работе с рабочими и алкоголиками, у них есть по подсчетам Шкаровского, питерского нашего коллеги, 69 просветительских кружков в рамках братства действуют, адресованных детям, подросткам, взрослым и так далее. Есть специфические кружки, например, на протяжении всего периода существования братства последовательно действует кружок по изучению монашества, большая часть членов которого в процессе занятия в кружке в этом период принимает монашество. Более того, в рамках Александровского братства формируются первые тайные монашеские общины уже в 1922 году, которые вообще нам известны. Хронологически нам известно, что именно в рамках Александровского братства они формируются. В Питере одна на Конюшиной улице, другая в Старом Петергофе, на бывшем Серафимовском подворье. Причем эти общины не в полном составе, они пережили 30-е годы. Правда, брат отца Льва, отец Гурий Егоров, увез их в Среднюю Азию, и там они продолжали свое существование. Но это реальная ветвь именно Александровского братства исходящая. Там при нем был богословский кружок. При нем очень активное участие члены Александровского братства принимали в деятельности легального богословского института патриаршей церкви, который в Питере действовал в этот период. Ну и так далее. То есть, да, самая широкая, просветительская и благотворительная деятельность разворачивается на базе вот этих вот новых объединений. Понятно, что Александровское братство это очень масштабное объединение. У других была мельче задачи. Но в целом это вот так такая была жизнь 20-х годов. Ну вот здесь у меня поименованы некоторые избранные братства. Очень известное было в Москве Алексеевское братство священно-исповедника Романа Медведя. Братерея Романа Медведя. Это был храм, оно было Алексеевское вообще официальное название его было Московское братство союз ревнителей и проповедников православия. Потому что вообще отец Роман у него была идея новой миссии. Новой проповеди и так далее. Но поскольку он стал настоятелем храма Алексея Святителя Московского в Глинищевском переулке, он сейчас снесен, его сейчас нет этого храма, вот это было такое Алексеевское братство оно называлось. Тоже достаточно долго с 18 по 31 год оно действует. Кстати, в этом томе 14, к которому я все возвращаюсь, мной подготовленным, там есть один из первых проектов устава братства, который отец Роман разработал, написал. Этот устав он представлял на соборе в отделе приходском, и соответственно есть материалы этого доклада отца Романа на братстве, на отделе Прироскова. Значит, смотрите, дальше. Братство защиты православной веры в Казани в 18-м году. Дальше мы не знаем его истории, но в 18-м году оно существовало. Помните, призыв был создавать мирянские объединения вокруг монастырей. Да, и тут мы видим в 19-м году, что такое братство существует вокруг Ново-Ируссалимского монастыря, значит, под Москвой и так далее. Но это были не единственные, то есть городские и около городские братства, потом еще в Белоруссии в уездных городах есть братство, ну и так далее. Есть очень интересная форма объединения, это союзы приходов. Союзы приходов вообще собор предполагал разработать и было дало поручение отделу приходскому разработать специальный устав союза приходов в апреле 18-го года, но отдел не успел закончить работу свою, не успел с этим выполнить эту задачу, хотя специальная была комиссия создана, даже две комиссии были созданы для этого. Но в Москве первый союз православных приходов под представительством Самарина, младшего, из этой ветви славянофилов, уже действует в 18-м году. Более того, как сейчас мы понимаем, видимо, патриарх и сенот, составляя свое воззвание от 28-го февраля, вообще-то уже опирались на опыт месячный, более чем месячный опыт работы союза православных приходов в Москву под руководством Самарина, который был создан в 18-м году для защиты достояния церковного и для защиты физической патриарха, потому что ему грозил уже первый арест в 18-м году. И мы очень хорошо это понимаем, что это синхронизированные вещи, союз московских приходов и воззвание патриарха, потому что в тот же день, что выходит воззвание патриарха из Синода, вернее, постановление, патриарх официально одобряет один из уставов союза, который руководит Самарин. Вообще, тут у меня поименованы еще другие союзы в Петрограде, в Астрахани известно, в Витебской губернии такие союзы были, может быть, они были еще и в других еще городах и весях. Очень важный вопрос, что когда мы это видим на примере Питера, что когда власть в 19-20 году начнет наступление на епархиальные советы, созданные по решению собора 17-18 года в епархиях, функции их на себя будут брать именно союзы приходов. Они какое-то время будут выступать как такие координирующие центры гепархиальной жизни. Естественно, епископат будет опираться на них в этом вопросе. На примере Питера это очень хорошо видно, это можно проследить. И так далее. Таким образом, что я хочу сказать, очень разные формы приходской активности, очень разные союзы, братства очень часто, они приходские, например, Александр Невский, оно межприходское. Это очень гибкие, разнообразные формы и очень разнообразные направления деятельности всех этих объединений. Вот что такое приходское возрождение 20-х годов. Великий перелом как в истории страны, так и в истории церкви наступает в 29-м году, когда власть берет курс на коллективизацию и массовое раскулачивание. Собственно, в рамках этой волны, этого нового антирелигиозного наступления, власти учитывают, делают работу над ошибками, учитывают тот эффект, который имел декрет 18-го года. И если тогда они дали возможность низовым религиозным организациям легально существовать, то теперь они наносят удар именно по ним. Именно по ним нужно было четко поставить их жестко под контроль и во многом сузить возможность их деятельности и подготовить почву для следующего удара. Эту функцию выполняет постановление в ЦИК и СНК о религиозных объединениях 29-го года, 8-го апреля 29-го года. Очень интересно, что власти не пошли на принятие этого закона на союзном уровне, а каждая республика с небольшими отличиями принимала его самостоятельно. Первая была именно Российская, РСФСР, потом другие пошли, очень быстро они были все приняты, по одному шаблону почти практически. Там такие были нюансы. Для того, чтобы зарегистрировать религиозное объединение в РСФСР, в России, нужно было 20 человек, а на Украине 50. 50-ка. То есть такая была разница, например, в частности, но и другие были. Запрещается любая деятельность религиозных объединений, кроме отправления культа. Сейчас я покажу вам 17-ю статью, которая была полностью этому посвящена. Второй очень важный момент этого же постановления, это то, что прорабатывается жесточайшая система регистрации каждого религиозного объединения, вырабатываются критерии, по которым оно может быть зарегистрировано, например, если у вас в 20-ке и вводится принцип регулярного проверки состава ваших 20 или 50 заявителей, если там находится хоть один политически неблагонадежный, например, бывший помещик это сильно сказано лавочник в Белоруссии или священник у вас, не дай бог, оказался записан туда, это просто вообще все сразу, белогвардеец, полицейский, это все основания для отказа от регистрации, для снятия полностью с регистрации и так далее. И в течение года после издания постановления все приходы, все вообще религиозные организации низовые должны были пройти процедуру перерегистрации и власть использует эту процедуру чтобы начать массированную кампанию по закрытию их, по их ликвидации, а параллельно идет активно коллективизация, в рамках которой там эти ребята 25-тысячники, которые приезжают из городов проводить коллективизацию, они просто как бы вот напалмом выжигают церкви, закрывая их там сплошняком, там они прямо говорят, в отчетах прямо есть эта фраза, поскольку крестьянство в таком-то районе коллективизированное на 100%, и поскольку все коллективизированное крестьянство по определению является безбожным, мы понимаем, как оно коллективизировано, как они его под ногами согнали в эти колхозы, и поскольку оно по определению является безбожным, все церкви в районе закрыты, ликвидированы, Причем по законодательству должно быть решение местных жителей на закрытие церкви. Нет, нам этого не надо. Они же коллективизированы. Мы же коллективизировали. Теперь у нас всех безбожники. Это все закрыто. Это то, что они в колхозе, и есть их голосование за закрытие церкви. Важная вещь, которую я хочу обратить ваше внимание, это последняя строка на этом слайде. Закон за небольшими, он был чуть-чуть подправлен в 70-е годы. Он продолжает действовать до 1 октября 1990 года. Это второй базовый закон, определяющий религиозную политику советской власти после декрета 1917 года. А теперь вот эта самая 17-я статья. Я ее прочитаю. Она говорит сама за себя. Религиозным объединением воспрещается создавать кассы взаимопомощи, кооперативы, производственные объединения и вообще пользоваться находящимся в их распоряжении имуществом для каких-либо иных целей, кроме удовлетворения религиозных потребностей. Оказывать материальную поддержку своим членам. Организовывать как специально детские, юношеские, женские, молитвенные и другие собрания, так и вообще, так и общие, библейские, литературные, рукодельческие, трудовые, по обучению религии и тому подобное, собрания, группы, кружки, отделы, а также устраивать экскурсии, детские площадки, открывать библиотеки, читальни, организовывать санаторий и лечебную помощь. В молитвенных зданиях и помещениях могут храниться только книги, необходимые для отправления данного культа. То есть благотворительность, хозяйственная деятельность, любое просвещение, любые занятия даже взрослых, прямым образом запрещены, являются, нарушение их является уголовным преступлением. И последняя фраза о том, что в молитвенных зданиях должны быть только книги, связанные с правлением религиозного культа, тоже очень важна. Она дает возможность начать в тот же момент чистку приходских библиотек, вычищая оттуда все, кроме богослужебных книг. Таким образом исчезают из приходских библиотек, которые до революционного времени были очень, ну такие, более-менее существенные. Вся периодика дореволюционная и богословская. Любые богословские книги, любые церковно-исторические книги, любые педагогические книги, которые накапливались там с 60-х годов 19-го столетия. Все это идет в макулатуру или в костер, прямым образом. Более того, как правило, даже изымаются вторые комплекты богослужебных книг. Зачем вам два? Хотите передать кому-то? Прячете? Готовите потаенную группу? Не надо. Поэтому вообще богослужебные книги в этот период, даже еще немножко раньше, в условиях того, что церковь не имеет типографики, она их не имеет с 18-го года, становятся жизненно необходимы. Это просто важнейший момент, который нужно искать. В ходе коллективизации высылаются тысячи служителей культа как кулаки. Поэтому они могли бы не быть фактически кулаками. Ведь кулак это кто? Это тот, кто пользуется наемной рабочей силой. У них вообще могло бы не быть даже участка. Но они высылаются по определению как кулаки, потому что как фраждебный элемент, значит, все, поехал туда, на север или на восток. Но более того, мы же с вами понимаем, что вообще-то раскулачивание нашло... Я сейчас не помню точные цифры, но там порядок такой, по-моему, что по официальной статистике периода НЭПа кулаков официальных, это что-то типа там, по-моему, 10% крестьянства, всего крестьянства. А раскулачено было около 25%. То есть даже по официальной статистике это понятно, что это там было записано гораздо больше народу, чем реально. И еще очень важный момент, что с этого момента... Ведь раньше, как даже в риторике антирелигиозной, главный объект репрессии для советской власти это черносотенное духовенство. Ну, любое духовенство, но черносотенное по определению. Вот. А... Нет, еще есть Миновеховская, обновленческая, но это отдельная история. А теперь начинают репрессии против мирян. И церковная... И советская власть даже переосмысляет термин, который существовал и раньше, церковники. Теперь она начинает вкладывать в него новый смысл. Церковниками называются мирянский актив. Мирянские активисты. Регенты, старосты, просто активные верующие и так далее, и так далее. Теперь церковники, которые тоже наряду с черносотенным духовенством подлежат... Миряна. 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 Это следующее слово. Черносотенное духовенство. Миряне и черносотенное духовенство, это теперь два объекта. Да. Самое парадоксальное, что примерно с 1931-1932 года, как только, собственно, пик коллективизации заканчивается, миряне начинают сопротивление. Причем как в нелегальных, так и в легальных формах. Легальные формы — это жалобы различные. Жалобы, ходоки, по советской статистике, они возрастают в полтора раза ежегодно. Количество их возрастает. Они говорят, верните нам церковь, священника и так далее. Давайте, возвращайте. Особенно все это активизируется в 1936 году, когда обсуждается проект Сталинской Конституции. Ведь Сталинская Конституция, она же самая демократическая в мире, причем буквально, то есть по букве, она ведь отменяет, вернее так, она ничего не говорит о такой категории, как лишенные избирательных прав. Потому что с 1918 года, ну, вообще советская социальная политика, она в этот период, до 60-х примерно годов, открытым образом строится на принципе социальной сегрегации, отделения, так сказать, лояльных от нелояльных, хороших от плохих, как бы эксплуататоров от эксплуатируемых, ну и так далее. В Конституции записана категория лишенных избирательных прав, лишенцев, которые, куда входят бывшие дворяне, собственники, военные, служащие царского режима, там, служащие царского полицейского аппарата, священники, священники, члены духовного сословия, и с 1929 года все раскулаченные, то есть на самом деле большинство крестьянства. Вот, это все лишенцы, но они не только лишены избирательных прав, они еще лишены чего, например, они не могут, например, быть членами профсоюза и получать пенсию. Их дети не имеют права на высшее образование, они не могут устраиваться на государственную службу, они не в момент действия карточной системы, начала 30-х годов, в период голода, собственно, вызванного коллективизацией, они не могут получать карточки, обречены на голод, ну и так далее. То есть это развитая система социальной сегрегации, которая, собственно, сдерживается советского социального манипулирования, о котором я говорил выше. И оно было зафиксировано в Конституции 18-го года, 22-го года, а в 1936 году в проекте оно не упоминается. Не упоминается. Поэтому как, ну, они же читают правду, прихожане на селе говорят, о, не упоминается, значит, что? Теперь наш батя, он не лишенец? А давайте выберем его в советы, он добьется, чтобы церковь открыли. И в 1937 году реально весной они начинают выдвигать духовенство и, там, не знаю, псаломщиков, например, в члены местных советов, ну, чтобы они представляли права верующих. Более того, советская власть как бы не досмотрела и по первому проекту выборов в Верховный Совет, которые должны были пройти в 1937 году по новой Конституции, которую приняли в декабре 1936-го, выдвигать депутатов могли любые зарегистрированные организации.